я рад приветствовать вас сегодня здесь в смольном мы уже с вами проводим мероприятие уже во второй раз рад видеть знакомые лица вновь и если у нас видите какая тенденция пошла сначала гостиницы смольнинская а теперь уже в самом смольном если такая тенденция продолжится сами понимаете где окажемся следующий раз на мероприятии поэтому пусть тогда так и продолжится но тут опять нету подготовили очень большую речь но я пожалуй наверное не буду все это вам зачитывать я тем более что знаю что проблемах которые существуют вашей отрасли вы знаете намного лучше чем мы поэтому было бы наверное не очень серьезно пытаться вам подсказать как решить ваши проблемы другое дело я думаю что наша задача вам постараться помочь в решении этих проблем которые вы я уверен хотите и пытаетесь решить ну а для правительства санкт-петербурга конечно же активизация внешнеэкономической деятельности является приоритет направлением конечно же мы заинтересованы поддержать вас в этом направлении знаю что есть очень много трудностей в вашей отрасли и у вас учитывая ли последние вот события то что минпромторг установил высокие экспортные пошлины и если на вывоз лома имеется ввиду на экспорте если будут подниматься цены на арматуру кажется они заявили что будет полный запрет экспорта ну в свою очередь хочу отметить что санкт-петербург конечно же будет активно помогать вам преодоление тех бюрократических трудностей которые будут возникать поддерживать вас в той законодательной инициативе которая будет исходить от вас на для того чтобы оптимизировать вот эту деятельность связанную в том числе и с внешнеэкономическим направлением и независимо от того или за подействие между городами в нашей стране кто вы здесь вам полностью содействовать и административным ресурсам контактным есть механизмов которые мы можем для того чтобы упростить вам работу и оказать поддержку это те же межправительственные комиссии которые регулярно мы проводим с разными странами у нас практически можно сказать со всеми странами существуют такие механизмы взаимодействия в комиссии куда мы можем как раз часть в том числе и вопросы развития в сфере деятельности поэтому несмотря на все эти сложности несмотря на все санкции мы конечно же открытые и готовы для обсуждения всех вопросов двусторонного двустороннего и многостороннего взаимодействия между нашим городом и ими регион тем более у нас есть уже солидная устойчивая правовая база которая нам позволяет это сделать и думаю что наверное у вас есть идеи как существующие проблемы лучше преодолеть и и какие законодательные инициативы лучше поддерживать вам работу поэтому я еще раз всех приветствую в смольном и желаю чтобы у вас чем дальше все пошло легче лучше и чтобы ваш бизнес процветал удачи вам спасибо большое спасибо арбе амбусаедович мы действительно очень рады продолжить наше взаимодействие потому что принят план правительственный план по развитию отрасли со временем сложность любых промышленных процессов навсегда только усложняется и на все надо смотреть именно системные точки зрения несмотря на наше место мы здесь революции устраивать сразу же по крайней мере не будем петербург это экспортные ворота нашей страны металлургия это экспортно ориентированная отрасль и металлолом как и металлургия в таких регионах как северо-запад дальний восток сильно зависит от экспорта что это значило вот если мы почитаем например ломообразование то есть тот лом который образуется исходя из имеющегося металлофунта это порядка пяти миллионов тонн в год сколько в регионе потребляется этого лома если мы подсчитаем северсталь если мы почитаем петросталь то суммарное потребление лома в регионе составляет 2,2 миллиона тонн то есть мы уже видим более чем два раза меньше чем само образование лома однако есть очень интересная такая особенность ввиду сложившихся логистических потоков основной лом северсталь сегодня берет центрального федерального округа это означает что непосредственно северо-запада берется 10-15 процентов однако если мы посмотрим тенденцию последнего времени то северсталь год от года сокращает потребление лома в целом мало того в этом году произведена реконструкция электростали плавильного производства и теперь северсталь может практически в любой момент когда допустим соответствующая рыночная конъюнктура работать например на щегуне на электро электростали плавильного производства то есть мы видим что общая тенденция по крайней мере вот последних лет которая была это постепенное снижение потребления теперь что это означает с точки зрения того что когда были введены пошлины это означает что образование еще раз напоминаю 5 миллионов тонн внутреннее потребление в регионе уже сейчас сейчас говорю то что занимается покупается непосредственно внутреннем рынке это 300 но максимум наверное если постараться переориентировать все потоки 400 тысяч тонн это означает это я говорю самые смелые завышенные ожидания это означает что при потенциале дополнительного ломосбора четыре с половиной миллиона тонн этот лом останется в земле соответствующим ухудшением экологической обстановки и всего остального здесь сразу же можно сказать сейчас довольно популярной и модной становится тема и из жи и из жи рейтингов это такие рейтинги есть у компаний и такие рейтинги я уверен в ближайшее время появится у регионов и вот смотрите вот первый первая буква и этот окружающая среда соответственно когда вводятся пошлины и если этот лом остается в земле это удар по региону в плане экологии вторая буква с соушил это общество это соответственно количество занятых людей мы 15 июля уже говорили что согласно нашей оценке количество постоянно занятых сотрудников отрасли ломозаготовки в северо-западном федеральном округе около десяти тысяч человек при этом один человек дает примерно четыре рабочих места мы берем это подсчеты по американской методике четыре рабочих места в смежных отраслях то есть сумме мы имеем сейчас 50 тысяч занятых людей в регионе которые зависят от этой отрасли теперь что означает когда мы делаем так но я сейчас говорю на мой взгляд это следствие не до конца рассчитанных решений когда мы по сути ограничиваем в сегодняшних условиях того уровня цен который мы имеем сегодня это фактически запрет экспорта из региона я говорю сейчас конкретно по северо-запад и в условиях того выросшего фракта за последнее время это означает как я говорю с одной стороны ухудшение экологической обстановки с другой стороны мы уже понимаем что ряд компаний уже закрылись некоторые компании уже сокращают свой персонал причем значительно некоторые сейчас смотрят и не понимают что дальше делать то есть получается по второму параметру это тоже очень идет большой удар ну и наконец последний это касается джи управления я сейчас горе проезжей рейтинг региона естественно на мой взгляд я считаю что правительство санкт-петербурга должно активно быть активным участником этого процесса почему потому что на всех совещаниях на которых мы присутствуем например это совещание вице-премьера борисова или там другие совещания в минпромторге всегда сторонники ограничений экспорта приносят собой письма поддержки регионов это касается краснодарского края это касается там хабаровского края это касается других регионов где находятся металлургические предприятия и получается что предприятия ломозаготовительные предприятия петербурга они нуждаются вашей защите они нуждаются в том чтобы была действительно такая активная поддержка и сейчас вот мы четко понимаем даже вот представьте я вот уже сказал при ломообразовании 5 миллионов тонн даже если весь поток этого отлома отправить на северсталь мы понимаем что все равно еще есть столько же то есть можно получается и экспорт сохранить и внутренние предприятия и наконец очень важный момент вы сказали что и действительно мы это слышали на восточном экономическом форуме потом в ряде других интервью заместитель министра промышленности виктор евтухова что меры по ограничению экспорта не сработали цены по-прежнему такие высокие это означает что надо рассмотреть еще либо повышать пошлины либо полностью запретить экспорт лома правда сегодня если посмотреть российскую газету сегодня прошла очередная пиар-компания где уже говорится о том что то что мировые цены снизились в этом есть заслуга россии то что был закрыт но фактически ограниченный экспорт лома ну ладно давайте посмотрим еще раз на структуру расходов в первую очередь в строительстве мы еще раз проанализировали по структуре межотраслевых балансов за несколько лет это с 2011 и соответственно 2016 и дальше года то есть сюда попадал и довольно такой тяжелый год когда была фактически скачок валютный скачок 2014 года все равно относительно структура затрат строительстве она остается прежней я не буду сейчас говорить конкретно по всем позициям но я хочу остановиться только сейчас на доли металлолома строительстве разные года валютные скачки цены могут расти могут падать 0,1 процента что это означает означает что мы можем полностью вообще запретить лом в россии но будем покупать эту арматуру и так далее из-за рубежа конечно это плохо там потому что понятно что но вот предположим гипотетически что мы запретили лом в россии цены глобально никак не изменятся вот это очень важный момент и получается что почему мы считаем что надо со всех сторон говорить об этом потому что мы полностью уверены что все люди и все ответственные люди которые принимают решения должны это знать достаточно все что я говорю это легко проверить межотраслевые балансы создание этих балансов контролирует минэкономразвития пожалуйста эти данные доступны они доступны на сайте росстата они доступны в международной отчетности потому что вот эти данные россия предоставляет всему миру то есть вот то что я сейчас говорю это вот можно самому взять открыть и проверить 0,1 процента в этой связи я вот еще раз обращаю на это внимание получается что политика пошлина так как политика собаки на сене и вообще никому непонятно ради чего решили помочь строителям вы не поможете решили помочь металлургом ну да ряд металлургов которые тоже не просчитали до конца например как происходит ценообразование они скажут как хорошо спасибо правительству за поддержку однако давайте посмотрим откуда идут товарные потоки на металлургические предприятия посмотрим на вот эти границы товарных рынков терминологии федеральной монопольной службы это откуда предприятие закупают этот лом к чему мы придем мы увидим что во первых сейчас лома сбор если брать территории близкий именно к предприятиям металлургическим предприятиям россии в этих территориях действительно лома сбор вырос мало того если смотреть вот среднюю температуру по больнице это с января 2021 года по конец августа 2021 года мы увидим рост потребления лома в россии 27 процентов хорошо хорошо пожалуйста все могут отчитаться смотрите мы закрыли экспорт внутреннее потребление выросло все хорошо однако вот ситуация совершенно другая если смотреть не конкретно вот точнее если смотреть не в целом по стране а если смотреть отдельно два региона это северо-федеральный округ и непосредственно дальневосточный федеральный округ связано как я уже сказал это в первую очередь с тем что сложились уже текущие транспортные коридоры коридоры на к нашим внешним партнером в этом плане российские ломозаготовители они поставляют практически по всему миру конечно есть основные страны партнеры но география поставок она реально очень большая потому что экспортируется не только вам черных металлов экспортируется соответственно и нержавеющие специальные стали и как только мы ограничиваем непосредственно вот такой экспорт то мы делаем не только как стреляем сами себя в ногу а тут в данном случае даже наверное уже боже больше ближе в голову потому что компаниям приходится закрываться по сути мы приводим к тому что теряются внешнеэкономические связи которые так с трудом это десятилетия надо чтобы прошли чтобы установилась такое доверие чтобы установились такие доверительные отношения потому что основа в бизнесе это отношение это доверие и что сейчас говорят наши иностранные партнеры да вы хорошие ребята но вот ваша страна вы везете себя непредсказуемо и вот здесь я считаю что наша совместная задача быть первую очередь предсказуемыми потому что мы понимаем что россия это часть мирового рынка и санкт-петербург как никто как и говорят и не только экспортные ворота это и культурная столица россии и я думаю что если сравнить вот так как мы проводим очень много конференций международных если например спросить вот у любых иностранцев и иностранных партнеров куда вы поедете в россии конечно в первую очередь они скажут санкт-петербург и прилетали сюда уже не раз и разные делегации из разных стран и мы встречали их здесь они все сюда приезжают с удовольствием потому что петербург как никто понимает вот является вот частью вот этого мирового рынка и действительно основной экспорт из россии идет как раз через вот северо-западный федерального теперь к чему мы видим чему приводят пошлины сейчас если мы вот на таком бытовом уровне потому что цифры цифрами вот как это мы видим на обычном бытовом уровне если проехаться по регионам уже сейчас многие говорят что вдруг опять появился в разных местах даже в петербурге брошенный лом а его просто некуда деть да цены высокие но как говорят там очень дорогой дорогая логистика мы что к этому шли и получается что брошенный лом сейчас увеличивается естественно мы приводим приходим дальше к тому что компании закрываются и теряются рабочие места именно поэтому мы не считаем важным и поэтому считаем ваш сегодняшний день очень важным дело в том что таможенная статистика приходит во многие регионы с большой но я говорю как регионы так и непосредственно в правительстве с большой задержкой и сейчас этом смотрят картину целом они отдельно по регионам и получается что вот то что я сейчас говорю если об этом не говорить если не трубить со всех сторон да это увидит но увидит когда уже для многих предприятий это уже будет поздно то есть им придется закрыться и вот как я уже сказал здесь очень важный момент мы говорили про это и 15 июля еще накануне ввода пошлин потому что мы и тогда говорили любые пошлины они представляют вред возьмем теперь про ломозаготовитель я уже сказал то есть мы если будем смотреть среднюю ситуацию по стране вроде бы все хорошо по региону кардинально другая ситуация теперь по металлопрокату с учетом того что решение готовилась довольно большой спешке когда объявили об этом в конце июня сейчас я уже скажу про черные цветные металлы если мы посмотрим на само решение то забыли про такую большую пробоину в нашем судне но пробоину в данном случае в плане потоков конечно с точки зрения экономической интеграции это не пробоина наоборот в этом плане мы все наоборот поддерживаемся у нас таможенный союз казахстан беларусь и очень удивительно что сейчас вот например если мы говорим про беларусь беларусь сейчас становится одним из крупнейших экспортеров цветных и черных металлов достаточно тоже посмотреть уже будет эту статистику я говорю только эту статистику вот эти данные они будут уже видны позже когда уже как-то поздно будет уже как махать кулаками после драки ну да кто-то зарабатывает кто-то теряет и получается что мы делаем так что транспортные вот эти потоки по крайней мере по металлопрокату мы сейчас направляем через беларусь я сейчас говорю про металлопрокат не пролом потому что экспорт лома из беларуси запрещен что мы видим дальше по непосредственно как отреагирует на это металлургические предприятия да мы видим что пиковым с точки зрения потребления лома пиковый месяц и лидирующий месяц наверное за последние несколько лет был июнь это такой действительно в месяц такой грандиозный когда столько много было собрано лома потом вот сейчас июль август сентябрь мы видим каждый месяц снижение связано это уже теперь не только с тем что пошлины введены против лома заготовителей пошлины введены и на металлопрокат про эту опасность мы говорили еще в декабре прошлого года напоминаю что впервые о пошлинах было заявлено вообще предположили на совещании 6 ноября и как мы видим когда что-то надо построить у нас в стране происходит очень долго когда надо что-то ограничить или закрыть это происходит все моментально да мы тогда сразу же предупреждали если проводить риторику пошлин металлурги пострадают сами поэтому мы следующая опасность про которую мы говорили она случилась были введены пошлины на металлопрокат пока еще не случилось третьей угрозы про который мы тоже предупредили в декабре прошлого года это антидемпинговое расследование против российских металлургов к сожалению это тоже вот пока еще к счастью этого еще не произошло но мы сейчас тоже очень верно идем по этому пути поэтому не надо как обладать там семи пядей во лбу чтобы вот все что я говорю чтобы полностью все это понимать и понимать что любые такие ограничения они могут быть только инструментом либо не неполного понимания ситуации на рынке либо инструментом но определенных как хочется сказать тут самые жесткие слова но скажу более мягко когда защита интересов отдельных игроков рынка для того чтобы получить большие преференции для себя поэтому вот если мы сейчас скажем фактически одним словом к чему привели пошлины пошлины сейчас приводит по сути к развалу к развалу системы лома заготовки к развалу отношений внешне экономических и конечно вот в этой связи с одной стороны мы видим здесь только наверное один положительный момент у всего есть как есть положительное есть отрицательное я думаю что такое решение ускорит принятие решение определенными игроками о том что именно у петербурга сейчас я говорю не конкретно про северо-западный федеральный округ появится один-два или несколько металлургических производств на крупные металлургетом будут не рады но мы при этом будем понимать что долгосрочной перспективе вот я сейчас скажу вам тоже обычную экономику если даже взять лом по более такой самой высокой цене которая была еще совсем недавно 25 тысяч рублей арматура себестоимость арматуры которая может быть верхнюю планку говорю по самому дорогому уровню производства 50 тысяч рублей я думаю что стройки города с удовольствием бы взяли арматуру по такой цене и фактически все кто сюда придет и начнет строить металлургические мощности они конечно в этом плане на мой взгляд будут вознаграждены тем что спрос будет гарантированный потому что этот регион будет гарантированно развиваться ну и естественно это больше приведет к созданию такой справедливой конкурентной среды так как будет внутренней реально внутреннее производство ориентированно потребление внутри именно северо-западного федерального округа ну и соответственно чтобы дальше если перейти я уже думаю что я сказал уже и так слишком много много лучше я думаю что если за меня уже скажут непосредственно крупные и правильно даже сказать крупнейшие игроки рынка это крупнейшие экспортеры которые работают как на внутренний рынок так и на внешний рынок и я сейчас хочу предоставить слово дмитрию любомировичу стичкевичу генеральный директор компании псков турмет я прошу прощения пока кладчик не выступил хотел сказать вот вы сказали что с других регионов приезжают на заседание совещания в разных министерствах и они заручаются поддержкой правительств этих регионов хотелось бы сказать что правительство санкт-петербурга конечно же также готовы поддержать бизнес санкт-петербурга а вы являетесь как раз одной из основной части бизнеса санкт-петербурга естественно мы также готовы поддержать вас а подтверждением этим является как раз то что мы сегодня проводим наши мероприятия как раз таки в здании правительства санкт-петербурга ну а если потребуется какие-то письма поддержки как вы говорите то я думаю, мы и в этом вам поможем и, конечно же, поддержим. Да, большое спасибо, это действительно очень необходимо, потому что сейчас вот как раз та самая ситуация, вот мы являемся как сторонниками, как то, что я говорил, не революции, мы являемся сторонниками того, чтобы объединять усилия, чтобы рассказывать, как должно быть, потому что мы считаем, что если принято какие-то решения, мы же не будем утверждать, что это вредительство, потому что не может здравый человек, умея в здравой памяти, принимать такие решения. Поэтому я считаю, что именно объяснять вместе то, что мы делаем, то, что это нужно непосредственно нашему государству, это реально именно и нужно. Дмитрий Бомбирович. Наша компания, соответственно, занимается в том числе экспортом металлолома из Санкт-Петербурга. Вот, и численность компаний на сегодняшний момент 460 человек вместе с рабочими, служащими, офисными работниками зоны деятельности Северо-Запад, Центральный регион. Компания, в общем-то, основана из компании в Торчер-Мед, такой раньше был Союз Торчер-Мед, это такая была организация, и даже целое министерство, то есть это было подразделение как бы о черной металлургии. Вот, впоследствии, соответственно, на этой основе была создана частная компания, которую я, как считаю, успешно развиваю. Вот, ну вот, Виктор Викторович говорил о доверии бизнесу. И вы знаете, что на самом деле бизнес, да как и деньги, мы любим стабильность и тишину. Вот, деньги любят тишину, а бизнес любит стабильность. Вот, я начал свою трудовую деятельность в 97-м году, и развиваю участки, то есть мы создаем участки по Санкт-Петербургу, по Ленобласти, по всему северо-западу, в том числе Псковская, Новгородская область, близлежащая. Вот, но в основном, конечно, это Санкт-Петербург и Ленобласть. Вот, для того, чтобы создать участок, вообще, вот, хотел бы, чтобы до всех присутствующих было понимание, что это, во-первых, затраты очень большого количества времени. Вот, нужно найти участок, приблизить его к тем источникам ломообразования. Еще неизвестно, повезут туда или нет этот металлолом. Кроме этого, это деньги. Вот, как известно, наша отрасль, она не очень, так скажем, жалуется в банках, и кредиты, в общем-то, выдаются не просто. Вот, а на создание площадки, я не говорю о тех площадках, когда вы едете по городу, это там скупки какие-то, да, может, там и можно создать за копейки. Ну, например, создание серьезной площадки, коих у нас в Санкт-Петербурге, например, две в настоящее время, вот, одни пресс-ножницы стоят полтора миллиона долларов, вот, а одна машина-перегружатель стоит от 300 до 600 тысяч евро, вот, значит, а если уходить в более глубокую переработку, то шредерная машина, например, стоит только сама машина, это 3,5 миллиона долларов, плюс инфраструктура. К ней, соответственно, это еще потянет настолько же. Таким образом, создание площадок – это затратная вещь, обходится она дорого, но кроме того, что я перечислил, особо важно – это людской ресурс. Это те специалисты, которых мы подбираем годами. Это и водители-погрузчиков, и машинисты-прессов, слесаря-ремонники и так далее. Я не буду перечислять это, только, скажем, с первого взгляда кажется, что это вот такой бизнес, купил металлолом, там его поскладировал, продал, получил какие-то деньги. Это на самом деле производство, я так скажу, посложнее ткацкой фабрики. Это сложное производство, это индастриал, и я так скажу, это все тяжелое, не только по весу, но и по затратам, как я сказал, временным и денежным. Так вот, если возвращая к доверию бизнеса, то, насколько вы знаете, у нас введены пошлины сначала с февраля месяца, это 45 евро, значит, потом это 70 евро. И вот для тех людей, для тех бизнесменов, которые этот бизнес практически с нуля после Советского Союза создавали многие десятилетия, в общем-то, это удар ниже пояса. Почему? Во-первых, под эти все площадки оборудования взяты кредиты, определено направление отгрузки, то есть мы, когда создаем что-то, мы сразу просчитываем, куда мы это отгрузим. В данном случае Санкт-Петербург, и по Санкт-Петербургу только в самом регионе образуется порядка двух миллионов тонн металлолома. Понятно, что это лакомый кусочек и для других российских заводов, однако, чтобы взять этот лом из Санкт-Петербурга, нету элементарного структуры логистики. Значит, в Санкт-Петербурге город устроен таким образом, что вывоз из города железнодорожным транспортом практически невозможен. Железные дороги где у нас есть? В портах, есть на территории близлежащей, скажем так, это Колпино, Янино, это бывшая территория Кировского завода, это Красносельский район, сейчас это район Санкт-Петербурга. В общем-то все. Остальные все станции, скажем так, порезаны, железные дороги порезаны, на их месте стоят жилые кварталы. Я так понимаю, что эта тенденция, она как бы продолжает быть. Может, это и правильно, и здесь у меня нету никаких возражений, но опять, если возвращаясь к логистике площадок, если мы делаем площадки, то они ориентированы на определенный сбыт. Так вот, при введении пошлин этот сбыт полностью, скажем так, переворачивается, и у нас есть определенные проблемы, в том числе многие площадки закрываются, люди увольняются. А экспортные пошлины, ну что это такое? Это вывод денег, скажем так, живых денег, которые мы должны в предоплату заплатить за пошлину. Банки, опять же, я говорю, что не кредитуют нас. Соответственно, мы не можем покупать лом, потому что идет вымывание денежных средств из наших оборотов. В то же время, одновременно, смотрите, такой интересный пресс. Мы не можем экспортировать, у нас нет денег на пошлин, то есть мы сокращаем то, что создавали 20-25 лет, последние годы. Это же в основном Санкт-Петербург, Ленобласть. В то же время, на наш рынок сюда заходят заводы, такие как Северстар, ничего не хочу сказать, и договора они заключают, все хорошо. Но вывести практически мы туда ничего не можем, потому что основная, как говорится, вывоз идет либо по воде, есть тоже определенные вопросы при погрузке барж, либо железной дорогой. Автомобильным транспортом вывозится крайне-крайне малое количество металлолома. То есть таким образом мы поставлены в такую ситуацию, понимаете, как между двух огней. С одной стороны, правительство нам говорит, нужно ограничить экспорт лома для того, чтобы лом пошел на российские заводы. С другой стороны, чисто логистически и практически финансово сделать это крайне сложно. Получается, знаете, как какая-то такая тренировка. Нас вот как боксеров бьют, соответственно, то с одной стороны, то с другой стороны смотрят, а что будете делать-то дальше. Значит, доверие бизнеса полностью подрывается. Не хочется, знаете, вот прямо вот развивать этот бизнес. А если его не развивать, то в скором времени металлурические заводы останутся без сырья. Я вот уже наблюдаю, допустим, в центральном регионе достаточное количество заводов Российской Федерации, где, в принципе, идет битва прямо за металлолом. Значит, вот такая вот на сегодня ситуация. Ну, про логистику я сказал, про доверие бизнеса. Ну, оно подрывается, просто руки опускаются. И, кстати, неизвестно, что будет после первого января. Потому что, насколько вы знаете, ввели пошлины там от 90 до 150 долларов на готовую продукцию металлургических заводов. Вот, на металлолом, соответственно, 70 евро. Вот, по стратегии, значит, правительства планируется отменить пошлины на готовую продукцию заводов. А вот на металлолом, на металлолом они еще будут думать. То есть, опять мы в подвешенном состоянии. Вот представьте, как работать человеку, как работать компанией, когда не знаешь, что будет завтра. Как можно вкладывать деньги, брать кредиты, давать поручительства. Но это, я считаю, недопустимо. Если мы хотим в стране и в регионе развивать промышленность, развивать бизнес, нужно, наверное, успокоиться и создать какие-то правила, которые не будут или будут незыблемы. Вот эту ситуацию, скажем, поэтому вот то, что Виктор Викторович выступал, поддержка нужна на региональном уровне, письмами и так далее, и тому подобное. Потому что, ну, решения принимают, соответственно, на уровне вице-премьеров, и вице-премьеры сейчас прислушиваются к этим письмам. Прислушиваются к письмам, которые подписаны губернаторами, которые просят, соответственно, ну, либо на этот регион не распространять, либо как-то смягчать положение вот этих пошлин. Что еще могу сказать? Конечно, мы перестраиваемся, перестраиваем экспорт на внутренний рынок, не в полном объеме. Для понимания хотелось бы тоже отметить, что лом, который идет на экспорт, он совсем не такой, который идет на внутренний рынок. Я уже не раз в своей правительстве выступал. Что лом на экспорт – это рога и копыта. В принципе, туда можно отгрузить все, что не принимается, там, Северсталью, НЛМК, там, Белорусским метрорическим заводом, да. Вот. И это большой плюс. Это большой плюс на самом деле. Затрачивается меньше энергии, а деньги получаются те же самые. Что бы еще хотелось добавить? Мы пытаемся… Вот еще одна проблема, наверное, которая будет следующим докладчиком уходнята. Это организация площадок для работы с металлоломом. Вот вы знаете, по Санкт-Петербургу намечено у нас там, допустим, в настоящее время более 10 мест, где бы мы хотели сделать эти площадки. Вот те заводы, особенно их достаточно много, которые производят литую заготовку. Ведь процесс производства арматуры, он довольно, как скажем, имеет длинный цикл. Сначала металлолом, металлолом переплавляется в литую заготовку, а потом идут прокатные станы. Вот. И те заводы, которые, кстати, могли бы, но не могут сейчас купить из-за пошлин на готовую продукцию, в том числе на литую заготовку, вот практически сейчас уже два завода в России приостановили работу. А вот остальные снизили производство, а то есть и закупку лома. То есть есть проблемы и со сбытом, в том числе лома, который образуется в Санкт-Петербурге. Вот. Ну и напоследок, есть большое желание, конечно, у нас создать какое-то производство. Вот. Я потом попрошу вас отдельно, скажем, может быть, о помощи. Вот. Именно по переплавке металлолома в нашем регионе, Санкт-Петербург, Ленинградская область, вот, дабы, скажем так, в будущем не попадать под влияние и пресс вводимых ограничений по экспорту лома. В общем-то у меня все. Спасибо. Можно я просто? Спасибо большое. Мы, как и говорил я, до этого, естественно же, готовы вам всяческую поддержку оказать во всех этих проблемных вопросах, которые и Виктор Викторовича озвучил, и вы сейчас сказали. А то, что касается поддержки, еще раз говорю, от правительства Санкт-Петербурга, в том числе и на разных мероприятиях федерального уровня, чтобы вы чувствовали поддержку, мы готовы будем рассмотреть любые ваши обращения, если нужно будет подкреплять это все с письмами от правительства Санкт-Петербурга. Потому что, конечно же, Санкт-Петербург и правительство Санкт-Петербурга должны опираться на бизнес Санкт-Петербурга. Если вы будете процветать, значит и город будет процветать. А если у вас будут проблемы, соответственно, они же автоматом возникнут и у города, и у правительства. Поэтому, конечно, мы заинтересованы. По всем этим вопросам и проблемам мы готовы вам оказать содействие в рамках компетенции города, естественно. И я понимаю, что есть вопросы, которые решаются на федеральном уровне, но, как вы правильно заметили, конечно же, решать легче будет при поддержке региона в том числе. А мы в этом вас уверяем, что будем вам всячески оказывать поддержку. Для меня, для абсолютно непосвященного бизнеса и в эту отрасль, понятно, что никакие ограничения не могут способствовать развитию этого бизнеса. И если уж есть спрос на этот лом за рубежом и на международном рынке, почему бы нам, наоборот, не поспособствовать и не помочь нашим отраслевикам в этом направлении развивать? Этот бизнес международный. Потому что, как вы правильно сказали, если у нас есть запасы, которые позволяют нам обеспечить и внутреннюю потребность, еще и остаются, то смысл его собирать здесь, и в том числе и с точки зрения экологии, как вы правильно заметили, это не способствует. Поэтому я вас еще раз хочу заверить, что со своей стороны мы готовы вам указывать такую поддержку. Спасибо. Предоставляю слово Николаю Александровичу Малых, компания Интерфторесурс. Рынок вторсырья зависит от цен на черные цветы и металлы на 42%. Это вообще лидер. В принципе, даже если сложить вместе, потому что отдельно еще выделяется вторсырье, это 23%. То 23 плюс 42, мы понимаем, что это 65%. Металлургия зависит на 8%. Как я уже говорил, стройка зависит от лома на 0,1%. То есть мы понимаем, что самый пострадавший с одной стороны отраслью и зависимый от цен на металлы является как раз отрасль ломозаготовки. Потому что этот именно лом приходится и покупать с этого рынка. Поэтому, когда происходит рост цен, это еще более-менее понятно, потому что покупается по сути по той цене, а цена растет, и компании не попадают на убытки. Но в случае, если идет спад цен, то компании на свой страх и риск могут в себе получить очень большие убытки. Все, спасибо. Николай Александрович. Да, спасибо. Вот предыдущие докладчики так все глубоко проанализировали, сказали про все недостатки, которые присущи сегодняшнему дню, для нашей отрасли, для нашего вида бизнеса, что, по сути дела, продолжить этот список не хотелось бы, а то складывается впечатление, что надо закрывать все, устанавливать. Ну, давайте попробуем, я вот выскажу мысли вслух свои, значит, так сказать, попробуем рассуждать, так скажем, от общего к частному, и вот проанализируем ту ситуацию, в которой мы находимся. Основная причина, то, что мы столкнулись, и о металлургии всегда сталкиваются со всеми кризисными явлениями. Первое, как, значит, так сказать, авангард промышленности в любой стране. И несколько месяцев назад, в начале года, мы столкнулись с тем, что вот начался необоснованный, как его называют, или необъяснимый рост цены на виды металлургической продукции. Ну, сегодня уже большинство экономистов и аналитиков говорят о том, что, ну, последствия или причины ясны, это вброс большой денежной массы в Соединенных Штатах и вот рост инфекционных процессов, которые влияют в целом на мировую экономику. И вот эта вот реальность, с которой мы будем жить в ближайшее время. В своем выступлении вице-премьер Галаусов как-то сказал, что да, мы не можем на сегодняшний день протистоять тем мировым или тем негативным процессам, которые могут появляться в мировой экономике, и, соответственно, мы будем принимать административные меры. Вот, по сути дела, с этими мерами мы столкнулись и, соответственно, значит, так сказать, все наши чаяния, они обусловлены вот этим вот, если мы говорим в отношении экспорта. Как выживать в этих условиях, когда тенденция в мире идет сейчас на лом, на понижение, и если вот все знают, что сегодня цена СИ в Турции, составляет 430-428 долларов, HMS 80 на 20, но это аналог нашего там ГОСТа. Видите, у нас еще и ГОСТа до конца не утвержден. И если мы отменимаем вот эти все затраты экспортные, то мы должны получить цену на складе в порту 18-700 тысяч рублей за тонну. Ну, где у нас сейчас в стране есть такая цена? Абсолютно ее нет. Ну, является ли это следствием повышения пошлины или каких-то других факторов? Не знаю, наверное, так сказать, все-таки, по нашему мнению, да, это является. И, безусловно, если бы здесь вот не согласиться Сильвирование Нагибулиной, значит, очень тяжело. Почему? Потому что она просто сказала, значит, что вот эти административные регулирования на внутреннем рынке ни к чему хорошему не приведут. Ну, говорила она, наверное, в широком смысле, так сказать, всех, но в том числе и касается металлургии. Вместе с тем, мы ожидаем, что к концу года, это сезонное повышение цены на мировом рынке, оно все-таки сделает возможным осуществление экспортных операций в рваном режиме. То есть, если раньше все экспортеры региона могли планировать свою работу достаточно устойчиво и долговременно, то есть, в среднем в месяц отправлялось большое судно, там, 20-30 тысяч тонн, то сегодня мы вынуждены будем внимательно отслеживать тенденцию на мировом рынке и в случае, так сказать, появления так называемого окна ценового благоприятствования заключать сделку и отправлять, значит, так сказать, там одно, максимум там два судна в квартал, это при удачном. А на сегодняшний день такой бизнес, экспортный бизнес без правовых рисков и без рисков генерирования убытков на компании вести невозможно в силу реальных обстоятельств, которые сложились после принятия вот этого решения. На наш взгляд, решение, конечно, не совсем правильное и оно обусловлено тем, неправильность его, что, значит, когда на момент его принятия цена на мировых рынках была, если там помните, 500 с лишним долларов за метрическую тонну. Ну, соответственно, вычислив, произведя вычисление, подумали, что вот, ну, достаточно там было предложение 70-90 евро и так далее, и так далее. Ну, остановились на 70 евро, и этого достаточно на сегодняшний день, чтобы сделать бизнес нерабочим. Почему? Потому что вслед за понижением цены вырос фракт. Вырос фракт в силу сезонной перевозки сельскохозяйственных продуктов. Опять-таки, если помните, отпустили, принято решение отпустить экспортную пошлину на пшеницу, значит, весь флот и удобрение, и весь флот ушел в южные регионы, фракт на сегодняшний день на Турцию, 70 долларов за тонну против 30-35 обычных. Ну, вот, как говорится, если мы все это отнимаем, мы получаем отрицательные значения, и здесь с коммерческой стороны это генерация убытков, а с юридической стороны экспортер столкнется с правовым преследованием, возможным правовым преследованием в области уголовного права в силу, ну, так будем говорить, недостоверного отражения таможенной стоимости. Если там не буду останавливаться в деталях, кого интересует, отдельно в кулуарах, так сказать, на ногах, расскажу, что это такое. Значит, как выжать в этих условиях? Безусловно, наша компания, наша группа компаний с этим столкнулась, ну, и понятно, что персонал, который был рассчитан наоборот, 250 тысяч тонн в год, значит, его вынуждены мы должны сокращать, чтобы избежать убытков, отправлять в отпуск, придумывать, значит, так сказать, безусловно, есть перестройка на внутренний рынок, но она у нас и раньше была, мы, касающаяся нашей компании, мы такие, в общем-то, так сказать, не одновектральное направление компания, у нас контракты постоянные с Северсталью, мы партнер Северсталью отправляем ее периодически, и судовыми партиями, и автомобильными, и железнодорожными. Да, я согласен с нашими коллегами, железнодорожная сеть у нас действительно желает лучшего развития, ну, и кроме этого, необходимо, наверное, задумываться о каких-то новых продуктах. Вот здесь позвучала мысль, значит, о том, что каждая компания, экспортер имеет самоцелью не просто торговые операции по экспорту, а каким-то образом развивать переработку ломов вглубь и так далее. Такой же план имеет наша компания. Вчера с удовольствием представил наш проект ассоциации, представителям нашей ассоциации, которые, спасибо еще раз огромное, Виктор Викторович, за организацию посещения нашей компании, представили. Суть его заключается для присутствия в следующем, что у нас большое количество есть шлаковых и отходов производства металлургии. И все знают металлурги, что такое донные, верхние, там, сливы, шлаковые образования и так далее. И они действительно оказывают сильное негативное воздействие на окружающую среду. В этой связи мы задумались о том, чтобы найти способ отделения железосодержащей части данных отходов от минеральной составляющей. И возможную переработку и этой группы отходов, и минеральной составляющей в сырье второго потребления. Именно в этом заключается наш проект. Именно с этой целью мы приобрели участок земли в 3 гектара, на котором в настоящее время, с января месяца, осуществляем, ну, наверное, скажу громкое слово, строительство, да, или там, значит, так сказать, сооружение этого объекта. Безусловно, вот, к сожалению, все представители администрации нас более важным ли вам оставили, но вот хотелось бы, чтобы помимо участия комитета по внешним связям, который, кстати сказать, Арбия Абусайдович регулярно присутствует на наших встречах, вот хотелось бы, чтобы Ассоциация привлекала еще и Комитет по промышленной политике и инвестициям, потому что вот это то, что вот, как бы, то, что вот хотелось бы под записями рассказать, о тех проблемах внутренних, связанных с развитием регионального проекта на сегодняшний день в рамках вот нашей компании. Это и вопросы лицензирования, то, что мы говорим, вносим изменения в совместную ассоциацию, обсуждаем на федеральном уровне, а на нашем региональном уровне мы сталкиваемся, значит, так сказать, с двойным, а порой и даже, ну, будем говорить необоснованным толкованием местных органов исполнительной власти. Особенно, значит, так сказать, в этой связи хотелось бы разъяснить положение наших новых правил проекта и особенно вступившего в силу в июне нового нормативного акта о ведущей роли в данном случае Минпромторга для таких подразделений Санкт-Петербурга, как ИГА, комитет веростроительной архитектуры, который, вот, значит, так сказать, высказывает свое мнение в отношении лицензирования и так далее. Вот эти вот, группа этих вопросов, я думаю, что мы их подготовили и передадим, вот, пользуясь тем, что представитель администрации города рекомендовал нам обращаться за поддержкой, мы эти вопросы подготовили и передадим, надеюсь, они дойдут до Комитета по промышленной политике инвестиций и торговли. Вот, это тот самый орган, который проводит для информации, проводит и относится к нему полномочия для проведения лицензионных проверок нашего вида деятельности. Такие проверки, я так понимаю, что у основных экспортеров в этом году прошли, в общем-то, так сказать, они такие достаточно непривзятые, но подробные, комплексные, вот, и тот подход регионального органа, который на сегодняшний день присутствует, он нам известен. И не совсем он совпадает, значит, с мнением Минпромторга, которое, вот, значит, так сказать, отражено на сегодняшний день в нормативном акте, который вот утвержден буквально этим летом и вступил в законную силу. Дальше, что хотелось бы сказать в отношении, ну, вот, мы говорим, надо увеличить ВВП. Вот у нас ВВП, значит, ну, незначительный. Ну, на мой взгляд, конечно, очень интересные проекты отхода, по переработке отходов, которыми занимаются такие гиганты нашей экономики, как там Ростех, там, и так далее, значит, так сказать. Но одними достижениями Газпрома, Ростеха и Роснефти ВВП, наверное, будет увеличить серьезно сложно. А вот если появится мотивация граждан, ну, давайте так возьмем хотя бы региона, да, в осуществлении бизнес-деятельности, рентабельной, вот, на мой взгляд, вот здесь и заложена та идея повышения не только ВВП, но и благосостояния каждого гражданина и в целом, значит, так сказать, страны, если будет мотивация к развитию бизнеса. Мотивация к развитию бизнеса, вот мы сейчас услышали у предыдущего нашего коллеги, значит, ну, она на сегодняшний день заменена недоверием каким-то, значит, так сказать, неудачами, порой и противотечивыми решениями правительства. И в этой связи, в заключении, хотелось бы, наверное, вот призвать, или так вот, внести коррективу, может быть, небольшую в работу нашего, нашей ассоциации, призвать, что, ну, нам надо как-то консолидироваться, консолидироваться, вот эта вот страшная, на мой взгляд, и тревожная тенденция на сегодняшний день, внутриведомственная, межведомственная, межотраслевая, когда отдельные представители профессиональных союзов, вопреки здравому смыслу, но проводят какую-то, вот, значит, так сказать, выгодную только отдельным каким-то предприятиям линию, и пытаются ее пролоббировать. Вот это вот, наверное, новый элемент современной обстановки, он обусловлен, конечно, вот, и сложностями ведения бизнеса в результате геополитической изменения, там, и так далее. Но, может быть, постараться на базе регионов, вот, с учетом того, что мы услышали готовность органа исполнительной власти региона идти к нам навстречу, попытаться, вот, показать, что есть и возможно осуществить сплочение, значит, так сказать, целей достижения поставленных задач, и они-то ведь общие у нас, и мы сейчас это услышали, между органами исполнительной власти региональной и бизнес-сообществом. А вот потом, если это нам удастся здесь, а я уверен, что это можно сделать, потому что, несмотря вот на все сложности нашего строительства, с которым мы все-таки за 7 месяцев мы смогли сделать такое, что, в общем-то, ну, так сказать, некоторые, ну, некоторые даже крупные компании удивляются. Вот при поддержке, опять-таки, при наличии общего языка с органами власти, это возможно сделать. Вот давайте, если мы попробуем, значит, так сказать, но для этого надо вот, чтобы нам почаще приходили представители не только комитета внешнеэкономических связей, но и вот непосредственно профильные комитеты. Спасибо. Спасибо, Николай Александрович. Я думаю, что, как уже тоже и говорил, что действительно у каждого кризиса есть текущая ситуация, когда цены пошли вниз, фракт вырос вверх, а пошлина по-прежнему остается высокой. Это действительно кризисная ситуация для ломозаготовительной отрасли северо-западного федерального округа. Но при этом, да, мы видим, что такая ситуация, она побуждает ключевых участников рынка искать новые возможности. И то, что вот мы видели вчера, я очень впечатлен, потому что первый раз я видел эту площадку еще в апреле. Теперь я уже видел по состоянию на сентябрь, действительно очень большие изменения произошли. Я даже вчера поговорил, что надо фотографировать каждый этап, потому что я уверен, что это будет один из лучших образцов по переработке вторсырья не только региона, но и в России, которым могут гордиться, по сути, как региональная власть, но и в первую очередь вы, потому что вы и ваша команда, потому что вы это сейчас делаете, и мы желаем вам в этом больших успехов. Мы понимаем, что есть намерение у Минпромторга сохранить пошлины на следующий год. Понятно, что не в таком размере, как сейчас, но в любом случае мы понимаем, что текущий уровень, а также вообще сам факт наличия пошлин, он негативно влияет на рынок.